Всем привет! Меня зовут Юлия и сегодня будет подборка книг с очень крутой атмосферой средневековья. Я специально постаралась подобрать произведения таким образом, чтобы каждый смог найти себе что-то по душе. Будет и фэнтези, и исторические романы, и пара книг в жанре нонфикшн, и начну я с двух книг, которые читала, к сожалению, в электронном варианте, потому что обе мне бы очень хотелось заполучить себе в библиотеку именно в печатном формате. Первая книга называется «Маскарад лжецов» автора Карен Мейтланд, и мне когда-то ее посоветовала преподаватель по-английскому, рассказывая о книге как практически об уникальном историческом триллере, который, во-первых, не является частью ни цикла, не требует продолжений, читается на одном дыхании, и на протяжении всей книги сохраняется потрясающая атмосфера и интрига. У нас Англия, разгар эпидемии чумы, и по сути книга является такой дорожной историей. То есть собирается компания странников, и в оригинале, кстати, книга называется «Компания лжецов», а не «Маскарад лжецов». Название более простое, но лучше отражает суть книги. Эта компания, на первый взгляд, совершенно случайных людей, там и художник, и коллега, которые торгуют фальшивыми реликвиями, и парочка влюбленных, и фокусник, и художник, всего их 9 человек, бредут по стране в надежде найти укрытие от эпидемии чумы. И чем дальше ты читаешь книгу, тем больше ты понимаешь, что у этих людей все-таки есть кое-что общее, постепенно, естественно, раскрывается, что же у них за тайны, почему они собраны вместе, что это за мистическая история. И книгу мне, наверное, больше всего хочется сравнить с историком Элизабет Костовой по накалу интриги, по интересу к происходящему действию, потому как книга тебя завораживает и вообще не отпускает, пока ты не дочитаешь, и пока не поймешь, что же там происходило, что объединяло этих людей. Единственное, о чем мне хочется сразу же предостеречь, не ждите от книги какой-то крутой исторической стилизации, в том плане, что герои здесь разговаривают абсолютно так же, как они могли бы разговаривать в современности, то есть нет каких-то исторических оборотов, и общий стиль текста достаточно прост и современен. Но при этом, если вы ищете захватывающий триллер в исторической атмосфере, в историческом антураже, и что бы там, чума, лекари, непонятная тайна, доля мистики, маскарад лжецов, эта книга определенно для вас. А вот следующую книгу мне как раз хочется в первую очередь похвалить за стиль текста и за потрясающе выдержанную атмосферу. Книга называется «Следы на пути твоем» автора Натальи Станкевич. Действие в книге разворачивается в середине 15 века, и мы знакомимся с главным героем этой истории, городским лекарем по имени Виллем. Сразу же отмечу, что он лекарь буквально от бога, то есть он не просто использует какие-то стандартные, известные на тот момент методы лечения травы и припарки, но и пытается перешагнуть через грань известного, делает практически невозможное, старается вникнуть в ситуацию пациента, повлиять на его родственников, если нужно, потому что очень часто было, что они не просто не использовали предписание врача, но еще и ухитрялись вредить пациенту какими-то совершенно дикими методами лечения. И книга начинается с того, что мы буквально проживаем день средневекового европейского лекаря, начиная с его утренних пациентов и заканчивая, можно так сказать, вызовом, который произошел глубокой ночью. И через вот эту врачебную практику, которую достаточно подробно показывает нам автор, мы получаем не только историю самого лекаря, но и десяток жизненных историй его пациентов. И причем эти жизненные истории рассказываются вроде штрихами и совсем небольшими фрагментами, то есть это не пациент на полкниги, но при этом они объемные, персонажи получаются живыми, и эти истории действительно интересно узнавать. Вообще, в целом, книга невероятно атмосферная, детали быта, какие-то словечки, общая атмосфера очень затягивает. И да, в книге есть, помимо вот этих отдельных историй, и сквозной сюжет, который связан с тайной прошлого Вильяма, с его другом, который болен чахоткой, вот-вот умрет, и ему нужно как бы оставить ответственность за своего сына, он хочет оставить эту ответственность на Вильяма, как раз своего друга. Что произошло в прошлом самого лекаря? Почему он боится взять, сначала боится взять ответственность за этого сына, который, кстати, является еще и коллегой? Мое главное предупреждение, пожалуйста, не читайте на литресе описание и аннотацию к этой книге, потому что там в шести строчках, буквально в шести строчках, рассказывается половина сюжета. И да, сюжет, сквозной сюжет, который двигает как раз действие, может быть и не главный. Мне книга в первую очередь понравилась именно из-за атмосферы, но, может, для кого-то даже вот эти небольшие спойлеры будут крайне неприятными. Я, кстати, во время прочтения вспоминала две вещи. Во-первых, «Ключи царства» Арчибальда Кронина, одну из моих любимых книг по общей атмосфере, темпу повествования и, в первую очередь, благодаря главному герою. Уж очень мне Вильям напоминал по силе своего характера, по доброте и по отношению к жизни отца Чисхолма, который, естественно, является просто великолепным прописанным персонажем. И вот когда я встречала некоторые мысли Вильяма, я прямо сразу переносилась в «Ключи царства». И, во-вторых, «Маскарад лжецов» здесь не по сюжету и не по атмосфере, а по интересу, который я испытывала к тексту, потому что он очень неторопливый, но при этом оторваться я не могла. И, говоря о книге в целом, мне помимо атмосферы хочется отметить потрясающие эмоции, которые ты испытываешь. Это действительно и сопереживание, и гнев по отношению к некоторым персонажам, а методы лечения там просто жесть. Я не знаю, они описаны достаточно подробно, но когда я некоторые из них читала, меня прямо вот злость колотила, ну как можно было, даже не имея познаний в медицине, как можно было так калечить людей и так безалаберно относиться к их лечению. Такое ощущение, что человек – это просто скотинок, которого нужно вот там где-то прижечь, где-то замотать, и авось оно там как-нибудь само заживет. И во время прочтения я просто современную медицину, не знаю, оценила, насколько это можно, насколько это было возможно. Так что эти детали, эта атмосфера, все было очень любопытно, интересно, и я вам советую хотя бы прочесть ознакомительный фрагмент. На Литрес он доступен бесплатно и, скорее всего, вас также затянет. Ну и теперь я перехожу к книгам, которые более узкоспециализированы, и мне, наверное, придется делать оговорки, кому я их советую. Ну а первая из них – это Бернард Корнуэлл и его «Озинкур». Я знаю, что многих интересует вопрос, с чего же начать знакомство с Бернардом Корнуэллом, потому что смотрят на список его произведений, видят «Саксонские хроники», там, длиной в несколько книг, «Приключения Ричарда Шарпа», который еще длиннее «Король Артур», который тоже трилогия. Мой ответ – можете начинать с «Озинкура», потому что это отдельное произведение, но во время его прочтения вы поймете, за что ценят Бернарда Корнуэлла, оцените его великолепный слог, который здесь абсолютно сохраняется. Давайте, наверное, начну с крошечной исторической справки, что же такое «Озинкур». «Озинкур» – это местность, битва при «Озинкуре» – это поворотный момент, один из поворотных моментов в ходе Столетней войны, битва, в которой англичане одержали победу над французами, причем французы имели численное превосходство чуть ли не в пять раз. Это книга о том, как битвы выигрываются не только численностью, но и в первую очередь умением. Да, Бернард Корнуэлл пишет иногда такую браваду, он абсолютно восхваляет английскую армию, французов он где-то может показывать совсем недалекими и недостойными звания войнами. При этом у Бернарда Корнуэлла, не побоюсь этого слова, настоящий дар. Оживлять историю, описывать исторические события настолько интересно, что после прочтения произведения тебе хочется найти максимум реальной информации о том, что происходило. Да, в основу сюжета он вписывает художественную историю, вот также здесь идет речь о молодом английском лучнике Николасе Хуке, чьими глазами, в принципе, мы и наблюдаем весь конфликт. Но при этом историческая часть проработана просто на 100%. И я знаю, что когда вы слушаете про эту книгу и особо не знакомы с писателем, вы думаете, о, Боже мой, это какая-то история, еще и речь идет только об одном сражении. Нет, просто стиль Бернарда Корнуэлла, как бы ты о нем не рассказывал, как бы ты не использовал, какие бы эпитеты и сравнения ты не использовал, его стиль нужно увидеть и нужно прочесть самому. Какой великолепный язык он использует, как он умело вплетает вот именно художественные интересные события в историческую канву, насколько он может, в принципе, заинтересовать темой, и насколько чувствуется, что человек вот сам горит этой темой, и ему хочется ей поделиться. То есть он не умничает, не пытается казаться как-то выше своего читателя. Вот мне кажется, именно благодаря такому подходу, именно исторические романы Бернарда Корнуэлла и пользуются такой славой, совершенно заслуженной славой. Я очень надеюсь, что вы хотя бы попробуете познакомиться с этим писателем, тем более Азинкур это отличный вариант для начала. А вот следующая книга будет с еще большими оговорками, но она мне понравилась, наверное, еще больше. Это мой обожаемый Генрик Сенкевич и его крестоносцы. Вот здесь главным предупреждением будет служить то, что это рыцарский роман в чистом виде. Здесь нет полутонов, чего-то серого. Здесь есть черное и белое. Как автор смотрит на конкретные исторические события, как у него в голове существуют идеальные и непогрешимые поляки, и их противники, которые мерзкие и недостойны звания воинов, так же все до конца в этой книге и будет происходить. Что интересно, в ходе чтения этой книги вы определенно познакомитесь более широко с таким понятием, как крестоносца, который в последнее время у многих ассоциируется исключительно с мемчиками в интернете. И да, я сама очень люблю эту тему про Ава-Мария, Деус-Вульд и все в таком стиле, но у Генрика Сенкевича это рассказывается с интересной исторической точки зрения. И после прочтения этой книги вы поймете, кем были крестоносцы, что они были обычными людьми, преследующими свои интересы, свои желания, и какими целями они эти желания и интересы достигали и добивались. Да, здесь снова абсолютно художественный, вымышленный сюжет, который вписан в историческую канву, но я поняла, что для меня история именно узнается и интересует меня конкретно через такие произведения. То есть, что я читаю Корнуэлла, что я читаю Сенкевича, я потом начинаю закапываться в тему, потому что она становится мне интересна. Я как будто сама немного пожила в этой истории, и теперь мне хочется узнать о ней как можно больше. Вот если история как школьный предмет проходила мимо вас и особо не интересовала, но сейчас вам хочется проникнуться темой и в принципе интересует история, я считаю, что вот такие художественные исторические романы это очень хороший вариант, чтобы начать знакомство. То есть, вы заинтересуетесь темой и начнете узнавать о ней уже более подробно. Еще пару слов про Сенкевича. Крестоносцы читались для меня идеально легко, идеально быстро, но с учетом того, что я уже читала Огневым мечом, сквозь который я просто продиралась, и Камагридеши, это был второй прочитанный мной роман, он читался уже легче. Камнем преткновения могут стать польские названия, польские имена, которые очень непривычные. Но если вы возьметесь за эту книгу в первую очередь, я вас прошу, сразу не откладывайте. Прочитайте хотя бы 50-100 страниц, вы 100% привыкнете к стилю Сенкевича и до конца уже будете получать абсолютное удовольствие, потому что язык у него тоже совершенно прекрасный. И книга в целом тоже просто великолепная. А вот следующая книга, это наконец-то обещанная фэнтези, и это трилогия, про которую меня много и часто спрашивают. Это Анджей Сапковский и его трилогия Божьи войны, или также известна она как Сага о Рейниване. Начну с того, что мне всегда очень обидно за эту трилогию, обидно то, что она не такая известная, не такая популярная, чем книги про того же Ведьмака Сапковского. Наверное, я могу обозначить причину, почему так происходит, потому что когда-то меня на трансляции поставили в тупик вопросом, а это фэнтези или что это вообще, потому что про книгу очень расплывчатые отзывы. То есть говоря про Ведьмака, всегда говорят, что это фэнтези, что там есть все черты, которые свойственны этому жанру, и беря книгу в руки, вы точно понимаете, что вы получите. Когда вы берете Сагу о Рейниване, все рецензии, все аннотации какие-то очень расплывчатые, вроде и фэнтези, а вроде это и исторический роман, но суть в том, что у меня ощущение Сапковскому хотелось написать что-то в антураже конкретных исторических событий, но при этом ему не хотелось отходить от любимого жанра фэнтези. И в итоге нельзя сказать, что это фэнтези вот прямо в чистом виде. Да, здесь есть магия, да, здесь есть видовство, но оно настолько логично встроено в исторический антураж, в исторические события, что ты даже не всегда разделяешь, где реальность, а где вымысел. То есть когда я читала эту трилогию, мне постоянно хотелось гуглить, а было такое вообще на самом деле, были ли такие события, или Сапковский просто взял реальные названия из человеческой истории и переделал их, вплел их в свой фэнтезийный антураж. Но нет, абсолютно все события, о которых идет речь в этой книге, были, имеют реальную историческую основу. В итоге трилогия представляет собой приключенческое фэнтези в детально прописанном историческом антураже. Здесь речь идет о гусицких войнах, про которых я до этой книги практически ничего не слышала. Для меня даже название было незнакомое, когда я стала уже читать, разбираться в суде конфликта и искать информацию, реальную историческую информацию, то я поняла, что да, в школе где-то что-то про это слышала, но после прочтения этой книги я абсолютно в тему вникла. Книги, еще раз повторюсь, очень насыщенные. Все три. То есть как вначале мы попадаем в этот вихрь событий, который происходит с главным героем, а он во что там только не вляпывается. Просто с ним постоянно что-то происходит. Иногда это забавное, иногда это кровавое, иногда это опасное. Так до финала третьей книги мы с героем всю эту вереницу событий и проживаем. И по сути эта книга только маскируется под обычную развлекательную приключенческую литературу, но во время ее прочтения я вам гарантирую, вы постоянно будете гуглить исторические факты, раздумывать над событиями, задумываться над тем, а какой путь вообще человечество преодолело от средних веков и до нашего времени, какие пороки человечество в себе несет на протяжении веков, столетий, тысячелетий, что не меняется, что поменялось с того времени. И в этой трилогии вы сможете найти абсолютно все. И любовь, и приключения, и серьезные политические, религиозные размышления. Это настолько насыщенный и плотный текст, что читать его иногда прямо физически тяжело. Возможно, в этом и кроется, в этом и в расплывчатом жанре, в расплывчатых аннотациях и кроется причина непопулярности и недостаточной известности этой трилогии. Если вам нравится исторический антураж, если вас интересует средневековье, ну и вам интересны тексты Сапковского, обязательно читайте. Это действительно стоящая трилогия. И осталось у меня две книги в жанре нонфикшн, которые... Одну из которых я могу посоветовать, опять же, абсолютно всем. Я вам уже несколько раз про нее рассказывала. Это «Страдающее средневековье». Книга, в ходе прочтения которой вы поймете, откуда берутся все современные мемы, что это за странные изображения страдающих людей, почему они изображались в таких нелепых позах, почему сейчас это может вызывать смех, и что когда-то вкладывали в свои творения знаменитые художники. Текст здесь несложный, он не требует каких-то дополнительных знаний или объяснений, а если требуют, они в этой же книге и даются. Очень много иллюстраций, очень много визуального материала. Книга читается легко, познавательно, и вот «Страдающее средневековье» интересующимся темой я определенно советую. И, наконец, последняя книга – «Искусство и красота в средневековой эстетике» Умберто Эко, наверное, стала самым сложным нонфикшн-произведением, которое я читала, в принципе, по теме. И с Умберто Эко отношения у меня складываются не совсем гладко. Мне, безусловно, понравилось его имя Розы, и на очереди у меня «Как путешествовать с лососем». Но, к сожалению, очень часто я чувствую от автора некое снисходительное отношение к читателю. Да, я прекрасно понимаю, что это происходит исключительно по моему незнанию и по моей недостаточной образованности, но очень неприятно ощущать себя тупым. Обязательно нужно понимать контекст, обязательно нужно разбираться в целом в средневековье, в его этапах, в его развитии, и что там происходило в конкретном временном периоде, какие исторические события. Конкретно же в этой книге Умберто Эко анализирует труды главных мыслителей эпохи и разбирается с одним из самых интересных аспектов – поиском истинной красоты в природе, в искусстве, в человеке. То есть он и анализирует труды философов, и сам добавляет мысли о том, что является ли красота понятием каким-то определенным, или же это понятие относительное. Честно скажу, для меня книга оказалась слишком сложной, слишком мне было непонятно ее читать, но если вы не читали это произведение и готовы погрязнуть и углубиться в тему, определенно вам прочесть стоит, потому что после ее прочтения ощущение, что ты пробежал какой-то огромный марафон с невероятным запасом знаний, теперь все эти знания еще нужно у себя хорошенечко в голове перетрясти и переварить. Определенно на этом мое знакомство с Умберто Эко не закончится, просто я делаю для себя выводы, что перед прочтением его научных работ и эссе все-таки нужно вникать в тему и иметь за плечами что-то помимо простого интереса к теме. И на этом моя подборка заканчивается. Обязательно делитесь, читали ли вы что-то из того, про что рассказывала я, или у вас есть какие-то советы мне и другим читателям. И мы увидимся с вами совсем скоро. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok